Приветствую, дорогой зритель канала Техноарена! Сегодня в выпуске я расскажу тебе про топ-7 флагманских смартфонов на текущий момент. Начать я хочу с Google Pixel 8 Pro. Он считается одним из лучших камерафонов на рынке, который по качеству фото и видео может соперничать с другими представителями топа. Основная камера Pixel 8 Pro с разрешением 50 мегапикселей действует вместе со сверхширокоугольным объективом 48 мегапикселей и автофокусом, а также телеобъективом 48 мегапикселей с пятикратным оптическим зумом. А обработка снимков на основе сложных алгоритмов искусственного интеллекта позволяет получать кадры невероятного качества даже при недостатке освещения. Внутри расположен фирменный процессор Google Tensor G3, который отличается прекрасной производительностью во всех приложениях. Да, в играх он себя демонстрирует не так эффектно, как тот же Snapdragon Gen3, однако все еще может порадовать любителей погонять в какой-нибудь Genshin. Из недочетов отмечу довольно медленную зарядку как для флагманского гаджета и не самую высокую автономность работы. Однако про батарею некоторые пользователи пишут, что ей нужно дать время на распределение внутренних ресурсов, и тогда в течение дня аппарат будет держать процент заряда более стабильно. В описании под этим видео ты найдешь ссылки на все смартфоны из данного топа. Кликай по ним, чтобы узнать актуальные цены, характеристики, а также почитать отзывы других пользователей. Там же ты найдешь промокод для выгодных покупок. Samsung традиционно задает самые высокие стандарты для флагманских мобильных гаджетов на Android, и Galaxy S24 Ultra не стал исключением. Мощнейший процессор Snapdragon 8 Gen3 позволит запускать на максимальных настройках самые требовательные современные игры, а также обеспечивает поддержку множеству продвинутых функций на базе искусственного интеллекта. Скажем, при помощи ИИ можно переводить разговоры в режиме реального времени во время звонков, видеоконференций и общения в чатах, писать заметки, подбирать стиль общения в зависимости от статуса собеседника, а также идентифицировать объекты, попавшие в кадр. За съемку отвечает 200-мегапиксельный датчик, сверхширокоугольный объектив на 12 мегапикселей, а также две камеры с разной степенью приближения, 10-мегапиксельный сенсор 3X и 50-мегапиксельный датчик с 5-кратным зумом. Экран тоже радует размерами и картинкой. По заявлениям экспертов, смартфон обладает одним из лучших дисплеев на рынке. А вот чем смартфон похвастаться не может, так это комплектацией. Ни зарядного устройства, ни стоковой защитной пленки внутри коробки наблюдать не приходится, лишь макулатура, провод и скрепка для сим-карты. Достойно ли это ценников почти 100 тысяч рублей, решать тебе. Кстати, обязательно подписывайся на канал Техноарена, если интересуешься современными гаджетами и технологиями. Ставь лайк под этим роликом и делись своим мнением в комментариях. Asus ROG Phone 8 Pro – один из самых мощных и передовых смартфонов для геймеров, доступных на рынке прямо сейчас. По ряду показателей быстродействия и графики в играх, ROG Phone 8 Pro обходит таких всеобщепризнанных флагманов, как тот же Samsung Galaxy S24 Ultra, к примеру. Специально для геймеров предусмотрен ряд интересных функций, в том числе несколько режимов производительности, дополнительный разъем USB-C для подключения внешней системы охлаждения, а также сенсорные кнопки Air Trigger, функционирующие наподобие курков на консольных геймпадах. На тыльной стороне устройства предусмотрен небольшой настраиваемый матричный дисплей, куда можно выводить различную полезную информацию. Экран же может похвастаться запредельной частотой в 165 Гц. Даже при обычном использовании данный факт вызывает неподдельный восторг. Процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти вывозят даже самые громоздкие современные мобильные тайтлы на максимальных настройках. А вот на чем производители сэкономили, так это на камерах. По сравнению с конкурентами, она заметно проигрывает в качестве. С другой стороны, данный смартфон позиционируется как главное геймерское устройство, и никак ничто другое. За такое чудо просят около 92 тысяч рублей. Как ты думаешь, справедливая цена? Пиши в комментариях. Nathan Phone 2 – один из самых необычных смартфонов из сегодняшней подборки. И главной его особенностью можно назвать светодиодные глифы на задней панели девайса. Глифы можно использовать, к примеру, как таймер, вспышку или постоянный источник света для съемки видео. Смартфон получил Snapdragon 8 Plus Gen 1. В бенчмарке Antutu данная модель набирает почти миллион очков. Оптимизация здесь тоже отличная. Смартфон работает на 13-м андроиде и оболочке Nothing OS 2.5.3, и при этом почти не греется, даже в современных играх. При регулярном использовании смартфон держит заряд около полутора суток. Этому способствует аккумулятор на 4700 мАч. По проводу телефон полностью заряжается за 55 минут благодаря блоку на 45 Вт, по беспроводу за 130 минут, достигая 15 Вт. Пара слов о камерах. Основной блок состоит из ширика и ультраширика на 50 мегапикселей каждый. Снимки получаются хорошими, однако не лишенными недостатков. Например, слишком агрессивно работает шумодав, и фото получаются не совсем естественными. Аналогичная ситуация наблюдается и с фронтальной камерой. Вдобавок к этому, передняя камера снимает лишь в 1080p и 30 кадрах в секунду. Несмотря на недостатки с камерой, на Тинфон 2 я готов смело рекомендовать к покупке. Это приятный смартфон с отличной автономностью, который выделяется своим необычным внешним видом. Honor Magic 6 Pro – одна из самых свежих флагманских новинок 2024 года. Некоторые зарубежные эксперты называют данный гаджет первым в мире смартфоном с 200-мегапиксельной перископической камерой. Сенсор, действующий с двумя 50-мегапиксельными датчиками, имеет оптическую стабилизацию – 2,5-кратный оптический и 100-кратный цифровой зумы. Еще одной особенностью гаджета стал 6,8-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с вырезом фронтальной камеры под названием Magic Capsule, представляющий собой аналог Dynamic Island от Apple. Среди других фишек премиальный дизайн, емкая батарея на 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт, а также полноценная защита от влаги и пыли стандарта IP68. Под капотом спрятан топовый Snapdragon 8 Gen 3 и 12 гигов оперативы. Модель приглянется всем фанатам бренда Honor, однако незначительные недочеты в ПО и неясный статус обновлений могут наложить негативный след на опыт использования девайсом. Рекомендую присмотреться поближе к данной модели, но желательно подержать смартфон в руках перед покупкой. Далее речь пойдет о Xiaomi 14 Ultra. AMOLED-экран здесь на 6,73 дюйма и 120 Гц. За начинку отвечает уже знакомый Snapdragon 8 Gen 3. Также под корпусом располагается 16 гигабайт оперативы и 512 гигабайт внутренней памяти. В данной версии смартфона используется HyperOS, вместо привычной для Xiaomi MIUI. Представленная операционная система может похвастаться прекрасной плавностью и оптимизацией всех внутренних элементов интерфейса, особенно учитывая довольно производительную начинку. Аккумулятора объемом в 5000 мАч хватает примерно на сутки-полтора. Теперь о камерах. Основная камера, разработанная совместно с легендарной немецкой Leica, состоит из четырех датчиков с разрешением 50 мегапикселей каждый. Камера способна записать видео формата 4К при 120 кадрах в секунду и 8К при 30 кадрах в секунду. Наконец предусмотрен 30-кратный зум на основе искусственного интеллекта. Смартфон способен реально удивить качеством снимаемого контента. Также в смартфоне имеется сверхбыстрый Wi-Fi версии 7 и Bluetooth версии 5.3, что тоже очень похвально. В общем и целом получился практически идеальный смартфон исходя из характеристик. Единственное из негативных моментов отмечу довольно завышенный ценник. За версию с указанными спеками просят примерно 102 тысячи рублей. Перехожу к заключающей ступени сегодняшнего рейтинга и на ней располагается iPhone 15 Pro. Здесь определенно радует корпус из премиального титанового сплава. OLED-экран 6,1 дюйма с разрешением 1179 на 2556 точек, с частотой обновления 120 Гц. Тут все по стандарту. О камерах. Основной модуль на 48 Мп, ультраширик и телевик, оба на 12 Мп. За производительность отвечает процессор A17 Pro. По умолчанию установлена 17-я версия iOS. За данную модель просят около 97 тысяч рублей. Да, деньги немалые, но если ты настоящий фанат яблочной продукции и счастливый обладатель других девайсов от этой фирмы, то не лишним будет приобрести данный агрегат. На этом мой топ подошел к концу. Пиши в комментариях, какой смартфон понравился тебе больше всего, или какую модель стоило бы добавить в данный список. Не забудь о промокоде в описании под видео. Ну а я прощаюсь, до встречи!